Особенности менталитета, именно нашего, российского менталитета, во-первых, это жить какой-то общностью, это болеть за интересы другого человека, и нам нужно именно душевную поддержку сочетать. Приезжая за рубеж, человек понимает, что менталитет у других государств совершенно другой, что люди там индивидуализированы настолько, что они независимы от всех, и для того, чтобы достичь каких-то целей, это объединение происходит по профессиональному признаку, по, я не знаю, там, в силу общности там на работе, или там, я не знаю, соседями мы являемся, но вот эта общность души не возникает никогда. То есть я часто езжу, и вот даже общаясь с нашими партнерами, потому что насколько я знаю, когда несколько лет эти партнеры являются постоянными, вот общность души все равно никогда не наблюдается. А этого очень сильно нам не хватает, и, конечно, мы всегда воспринимаем то, что мы не находим себя, то есть можно там абстрагироваться, можно работать, можно созерцать красоту, но душу не предавить, как это говорят, то есть не найти выхода в чем-то другом. Да, я понимаю, исторические специальности или там профессии, когда человек реализует свою душу в бумаге, в картинах и так далее, но вот эта боль, которая за свою родину, она все равно остается. И, как вы сказали, вот вопрос все-таки предательства. Раньше это рассматривалось больше или как сугубо в отношении общества, оно больше воспринималось как предательство. Сейчас же немножечко изменились и устои, изменилось мировоззрение людей. И если не затрагивать даже тему патриотизма, а просто затрагивать тему того, что насколько мы привязаны к своей земле или к тому месту, где мы родились, то тогда очень многие сейчас просто не расценивают это предательство. Ну, я захотел, я живу здесь, я захотел, я живу там. То есть у людей нет, как бы сказать, той привязки к тому, что вот почему я не могу создать условия здесь или попытаться реализовать себя здесь, а хочу найти более легкий себе путь. Это вот сейчас, к сожалению, очень сильно это представляет.